ажурный узор со сложными столбиками вот схема этого узора схему как всегда вы сможете найти ссылочку на эту схему в описании под видео или на конечной заставке раппорт узора 12 петель одна петля нужна для симметрии узора так как же вяжется вот такие сложные столбики давайте разбираться вот я набрала цепочку из 25 воздушных петель это два раппорта и одна петля для симметрии узора теперь делаю воздушную петлю вяжу 2 столбика без накида воздушная петля делают 3 накида пропускаем пропускаю 4 петли начальной цепочки в пятую вяжу вот этот вот столбик столбик будет сложно поэтому давайте мы его посмотрим поближе так вот провязываю все кроме последнего этапа а теперь внимательно смотрим вы смотрите у нас 1 накид 2 3 вот во второй накид делаем на крючок 1 накид и вот под этот второй накид вводим крючок у нас получается на крючке вот три петли то есть два недовязанных как бы столбика с одним накидом на петля которая была провязываем это все вместе делаем воздушную петлю 2 накида на крючок и вводим крючок под первый вот этот вот под нижний накид провязываем все кроме последнего этапа делаем еще один накид здесь мы вводим крючок тоже вот под накид сюда вяжем как бы столбик без накида провязываем все вместе это у нас половинка вот наша верочка дальше 2 воздушных петли а теперь вот такой вот сложный столбик с двумя листиками еще раз делаем три накида в эту же петелечку входим провязываем все кроме последнего этапа делаем накид во второй на накид вот уже связанного столбика входим и провязываем и провязываем теперь все три петли вместе еще одна воздушная петля 2 накида входим в первый накид также не довязываем последний этап делаем еще один накид здесь вот в этот вот накид входе воздушная петля на начальной цепочке пропускаем 4 петельки в пятую вяжем столбик без накида вот такой вот необычный элемент у нас получился со сложными столбиками свяжем еще один такой элемент воздушная петля одну петельку начальной цепочке пропускаем столбик без накида и вот точно такой же веерочек вяжем воздушная петля 3 накида 4 петли пропускаем в пятую вяжем столбик не довязывая последний этап 1 накид средний накид входим 3 петли вместе провязываем все три петли вместе воздушная петля 2 накида внешний накид входим также не довязываем последний этап накид входим вот в этот накид 3 петли вместе и здесь у нас верхушечки будет две петли 2 ласту и воздушных петли опять 3 накида в ту же петлю не довязываем не довязываем последний этап делаем накид средний накид во второй входим вяжем листик вместе воздушная петля 2 накида входим в нижний накид не довязывая последний этап делаем накид и вот так же вот в накид входим воздушная петля и пропускаем 4 петли и в конце ряда у нас будет 2 столбика без накида вот у нас первый вот у нас первый ряд готов второй ряд будет попроще 2 воздушных петли в крайний столбик без накида вяжем столбик с накидом 4 воздушных петли в верхушечку вот этого веерочка столбик без накида 4 воздушных петли вот под эту воздушную петлю вяжем такую конструкцию столбик с одним накидом воздушная петля столбик с одним накидом опять 4 воздушных петли столбик без накида в верхушечку веерочка 4 воздушных петли и в первый столбик первого ряда 2 столбика без накида 2 столбика без накида дальше у нас вот эти веерочки будут в шахматном порядке поэтому вот с края у нас будет половинка веерочка делаем подъем 4 воздушных петли 3 накида на крючок и вяжем вот в крайний столбик с одним накидом половинку веерочка 1 листик воздушная петля 2 накида вяжем вот такую вторую веточку воздушная петля а теперь мы также вот здесь вязали в первом ряду 2 столбика через воздушную петлю но здесь мы эти столбики свяжем вот с двух сторон от столбика который у нас в верхушечке веерочка то есть один столбик под эту цепочку воздушная петля и второй столбик под следующую цепочку здесь вяжем точно такой же веерочек как мы вязали в первом ряду но вяжем мы его вот под эту воздушную петлю которая между двумя столбиками без накида веерочек точно такой же в общем то только кажется что это сложно вязать на самом деле если вы разберетесь как это делать ничего сложного в этом нет единственный нюанс нужно вот брать крючок с таким с более острым кончиком чтобы удобно было входить вот под эти накиды если кончик совсем тупой это будет делать неудобно и не очень туго нужно вязать это узор в общем то предполагает ажор поэтому вязать его нужно относительно свободно вот подобрать крючок у которого кончик будет хорошо входить вот в эти накиды в общем то никаких сложностей узор вызвать не должен вот веерочек я один связала также прикрепляюсь столбик без накида воздушная петля столбик без накида вот над этим столбиком и вот здесь вот у нас будет половинка веерочка воздушная петля 3 столбик 3 накида и вяжем а это вот в последнюю петлю из петель подъема таким вот образом вторую веточку это у нас половинка веерочка и чтобы закончить ряд мы вяжем здесь столбик с тремя накидами в эту же точку просто краевой столбик получается теперь мы вяжем вот ряд с воздушными с цепочками из воздушных петель делаем воздушную петлю столбик без накида вот над краевым этим столбиком 4 воздушных петли подготавливаем место вот для следующего веерочка столбик с одним накидом воздушная петля столбик с одним накидом 4 воздушных петли столбик без накида вершина веерочка 4 воздушных петли вот такая же вот галочка столбик с одним накидом 1 воздушная петля столбик с одним накидом 4 воздушных петли здесь вот у нас половинка веерочка то есть последнюю петлю подъема столбик без накида вот в общем то раппорт мы связали раппорт у нас готов следующий ряд будет вязаться точно так же как мы вязали 1 только эти веерочки мы будем вязать уже не на начальной цепочке а вот в это вот место то есть здесь вся сложность как вывязывать вот эти вот веточки листики сложными столбиками давайте посмотрим это на большом образце вот как этот узор выглядит на относительно большом образце сразу хочу сказать ниточки тут не самые тонкие то есть это мерсеризованный хлопок длина 250 метров 100 граммах то есть ниточки относительно толстые но выглядит узор очень ажурно красиво так необычно смотрится одинаково с двух сторон можно опять же из этого узора поскольку как вы видите есть у него диагональные линии то есть по этим диагональным линиям можно превратить этот узор вот в шаль так или так вот как вам больше нравится превращается он очень просто узор в общем то конечно не для начинающих а для уже умеющих вязать ну а те кто умеет вязать в общем то я так думаю что вот превратить этот узор в треугольник вы сможете схему этого узора как всегда вы найдете будет ссылочка в описании под видео или вот сейчас появится конечная заставка там тоже будет ссылка подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки впереди вас ждет много интересного поскольку у меня много разных идей и много еще разных узоров которые мы не разобрали успехов вам и легких петелек вы организовывать пять 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 сто Продолжение следует...